МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлой программе «Алло, директор». Лабудим делали ребрендинг Эль Кравчуку. Быть, быть по болевым точкам. А команда «Огонек» работала с Мариной Адольской. Вверх и вниз я исполню любой каприз. Светлана Лобода раскритиковала работу обеих команд. Это был не ребрендинг, это было какое-то издевательство. Олег Вегерия слишком увлекся романом «Стани и казак» и был на волосок от вылета. Олег человек невыразительный и непонятно, что он делал в этом проекте. Шоу покинуло. Тоня Кузьмина. Нет. Что? Хватит. Стоп. Алло, директор. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Как ваше настроение? Хорошо. Прекрасно. Как вам на стадионе? Солнечно. Спортивно. На стадионе часто бываем? Роман? Я каждый день. Вот мне бы сейчас какой-то шест и я бы сразу... Я бы побежала. А мне бы ружье. Я просто стрелял бы лучше. По Жану. Ну, Роман, ваше предпочтение нам давно уже известно. Да. Полиночка, часто танцуете на стадионе? Да. По утрам, да. Я понял. Хорошо. Я смотрю, настроение у всех хорошее. Я думаю, что самое время сейчас перейти к заданию. Выступать перед многочисленной публикой крайне сложно. Но несмотря на то, что и номер должен быть продуман до мелочей, все же мой любимый стиль, Наталочка, это импровизация. Ты это знаешь прекрасно. Но сегодня у вас нет возможности импровизировать. Вы должны подготовить безупречную постановку. Постановку моего номера. Вам нужно выбрать песню из моего репертуара, поработать с балетом и продумать видеосопровождение всего, что будет происходить на сцене. Дерзайте, друзья. Ничего не бойтесь. Таня, дерзать вы будете в команде «Огоньки» вместе с Полиной. Полина, помните, что уровень ваших постановок должен соответствовать уровню Светланы Лободы. Артурчик настолько сегодня прозрачен. Вот в этом гриме, в этих очках. Ему очень органично, мне кажется. Мне очень нравится. Артурчик, я же говорю, вообще с каждым днем расцветает. Видимо, наш проект способствует. Сегодня Артур переходит тоже в Лободы. Друзья мои, дерзайте. Я соответствовал уровню Светланы Лободы? Ты соответствовал уровню лучшей импровизации сегодня. Задание клевое, интересное. Но из тех заданий, с которыми я могу спокойно справиться, есть и ресурсы, и люди, которые могут помочь. Я думаю, мы вполне справимся с этой задачей. Перед тем, как обсудить идеи концертных номеров для Светланы Лободы, команда выбирает лидеров своим соперником. Мне кажется, надо делать Вигерю. Если провалятся, то Вигерю будут выгонять. Я считаю, что должно быть Полина, потому что, как бы то ни было, все знают, что Вигеря и Татьяна не очень сильно дружат, и поэтому надо, чтобы хоть кого-то... И поэтому из-за того, что ты единственная девушка в нашем мужском коллективе, мы прислушиваемся к тебе. Мне что-то вообще не везет. У меня второе задание в женском коллективе. Почему? Ну, в том задании были три девочки, в этом три девочки. Как вы думаете, что кто капитан? Ну, либо тебя, либо меня. Да. А постучать нельзя было? Здравствуйте, ребята! Я из конкурирующей команды теперь. Мне очень жаль, что мы с вами потерялись. Потому что мы сзади не в однократии. Но мы сделали выбор. Ну, Олег, мы дали тебе просто шанс. Шанс проявить себя. Быть в этом здании рабом, а не господином. Мы выбрали Танечка Полину. Я думаю, что вы сработаетесь, у вас все будет хорошо. Та-сер. Не, вообще-то мы надеемся, что все будет наоборот, конечно. Но я ж таки подумала. Вы ни хера не сработаетесь, у вас все будет очень плохо. Вы рассоритесь, побьетесь. Наконец-то вы в меньшинстве, поэтому у вас есть шанс проиграть. Я вас люблю. Всем пока. Ах, так. Спасибо, Артур. Простите, Атунь, капитан. Давайте Жанну. Жан, Жан, Жан. Ну, с канала мамы. Давайте Жанну, да. Если он будет директором, он будет идти в профессию. Все, Жанна. Олег, давай, иди мне в падло так ходить. Спасибо. Бегере. Какое яркое появление. Слушай, это практически постановка на наше задание. Давайте сплагиатим. А почему ты пришел к нам без планшета Samsung? Ты мог написать нам имя руководителя группы, команды и дать нам показать его на франшете. Samsung. Сейчас он заряжается. Но очень скоро он будет в нем в руках и вам всем просто... Что у нас, скажите, капитан? Так, Жан, конечно. Мы так и думали. Я тоже так думал, что он зовут Жанна. Вы такой удивленный. А чего? Потому что у тебя самые красивые волосы на этом проекте. Иди сюда. Давай в нашу команду. Давай в нашу команду. Пусть нам останутся эти две. Пойду. Так, а что по песне? Может, мы сделаем волю болчу? Она мало ее исполняет и мало раскрученная. Но мне не нравится. Я так понимаю, что мы не берем песни «Облака 40 градусов» и «На свете», потому что под них уже сделаны постановки. Их. Облака пьяные закружили головой. И теперь стала я глупая и голой. Просто под 40 градусов легла бы хорошо моя задумка. Я хочу, чтобы были эти танцоры. Здесь одеть на танцоров классические белые костюмы какие-то. Пустить проектор на них. Этот проектор я сразу против, потому что это был отбор на Евровидение. Когда на сцене стоит ванна, в ванне находится мужчина. А в конце оказывается, что он выплескивает из ванны хвост русалки. Русалки, ванны, дельфины, пилоты, камикадзе. Причем тут под 40 градусов русалка, ванна. В нем 40 градусов, а он холодный, потому что рыбы и русалки хладнокровные. Хладнокровный у тебя мозг. У меня он, в отличие от тебя, хотя бы есть. Белка, еду, вижу, колесо смотрел вчера неделя. Так ведут фидеологию вот сейчас в команде. Тут не нужно много затрат, нужна только ванна. Ванна должна быть эстетично красивая. При этом ее... Ну, найдем ванну. Ну, не знаю, при этом хвост. И вообще к чему она? А что вы думаете по поводу песни? Можно «Ты самая любимая на свете». Она выступила очень ярко. Что, у нас там лошади на сцене будут? У нее там был медведь или, может, лошади? Тоню приведет. Кентавры надо купить. Мясо повесим. Жанна подкупит. Так что я предлагаю «Ты самая любимая на свете». У меня от нее терло. А мы можем посмотреть выступление «Самая любимая на свете» вот сейчас? По-моему, вот это. Короче, вот этот вот, именно вот это выступление. Класс. Знаешь, с конструкциями, да. Даже их залазить, они оттуда там делают какие-то красивые движения. Как мы будем делать эти конструкции? Где мы их с картонки налепим? Ну, это металлический каркас. Я узнаю, где можно делать. А как они будут двигаться? Постановочная ерунда – это не проблема. Главное, чтобы был металлический каркас. Я позвоню, узнаю. Рома, хорошо, скажи что-то инноваторское. Ты же генератор идеи. Я молчу пока. Задрачиваю то, что эти люди что-то такое слышат. И сразу перепуганы. В принципе, вот сейчас роль тумбочки отыгрывает Рома. Потому что надо думать, а не я не могу думать. Ну, скажи нам, о чем думаешь ты? О том, что какая песня. О том, что надо какой-то лайкнуть и барышню. Ладно, короче, это все. Функт капитальный будет. На личности переходят. Там, где Мичево вообще звездный час начнет. Ири, по-моему, бездатичный вообще. Что с ним делает Рома? Что он там думает? Ир, ну нужно тоже все-таки стримить такой. Ну, я стремилась. Так вот. И скажите, пожалуйста, он может проекцировать не то... Все продумать, ладно. Рома, ты можешь выйти поговорить по телефону? Роман, ты можешь выйти вообще... Ты можешь выйти поговорить по телефону. Все-таки выйти на... Аргумент пошел на... Мне кажется, ну это очень зыбко и малопрофессионально. Ну, Рома, в принципе, вообще никогда не отличался вежливостью и добрым отношением к людям. Это стопроцентное хамство, неуважение и вообще это полный блюмберизм. По поводу концертного номера. Она работает на виджейнге постоянно в последнее время и на каком-то перформансе. Я думаю, может быть, нужна нам какая-то конструкция сложная на сцене. Я не знаю, как это сделать за столь короткое время, но было бы круто. А по поводу балета, ну вот я не знаю, балет должен быть, может быть, больше не танцевать, а что-то более интересное, может быть, какое-то действие. Есть, нет, такие ребята. Нам надо по-любому брать человека, который поставил не одно шоу. Надо просто принести ему, донести нашу идею и грамотно поставить. Ребят, у меня есть очень хороший друг Николай Бойченко. Николай Бойченко. Известный украинский хореограф и постановщик. Победитель танцевальных талант-шоу. Постановщик танцевальных спектаклей и номеров для самых масштабных украинских шоу. Основатель проекта Дартс. Официального балета Республики Казанти. Зачем мы вот это смотрим? Просто последние видеоработы мы смотрим. Это не то, что если мы делаем сценический образ артиста, а не смотрим любого на истории. Причем тебе говорят о том, что как Божий Ром, пожалуйста, мы можем не смотреть. Мы смотрим, как они играют. Нормально, Ира, мы тёр, да. Так, вы не хочу, зачем? Ну, Ира, я не говорил, что надо останавливать. Смотрите, ребят, правильно, чему-то вы блинышком не слушали. Стало невыносимо, сложно работать с Ромой. Претит его поведение. Между Ромой и тетей Жаном не было же никакого конфликта. И я не знаю, может, он его боится. Жан решил позвонить своей знакомой режиссёру и клипмейкеру Кате Царик, известной своими совместными работами с Аней Лорак, Натальей Могилевской, группой Green Grey, а также российскими и зарубежными исполнителями. Её самая знаменитая режиссёрская работа – легенда Людмила Гурченко. Алло? Алло, Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Катя, вас беспокоит Жан? Катя, нам безумно нужна ваша помощь, потому что у нас задание… Я не буду принимать участие в этом проекте, потому что я сейчас нигде не снимаюсь. Я в секретном росту. Не выруются эти связи как-то, да, не срастаются? А есть же Оланд готовить, Женя Тимофин с ним не взялся? Ну, мы хотели именно вас, потому что нам нравится, как вы работаете. Вам нравится? Да, простите, Катя, пожалуйста. Ничего, вы извините своих родителей. Давайте Николайку презенту. А что это за бэкапство у Ромы? Ты мне ничего не бэкапсу? Просто ты звонишь незнакомым людям, и… Я знаком с Катей, но она тебя не знает почему. Ну почему не знает? Если бы она его не знала, она бы совсем с ним не говорила. Ну реально, ты ведёшь себя как какой-то… Я по априори, ну, боковод. Алло, Коль, привет. Нам очень нужна твоя помощь, Коль. Угу, хорошо, всё, спасибо тебе. Давай, приедем. Пока. Лобода известны своими оригинальными, масштабными, стильными и иногда шокирующими постановками. Смогут ли команды удивить артистку и подготовить концертные номера её уровня? Команды начинают подготовку к концертным номерам. По пути к хореографу в команде «Лабу Тим» обострились разногласия между Жаном и Ромой. Так что ты, Ром, решаешь? Идёшь ты с нами к Коле? Мне кажется, неправильно поставили на вопрос. Мы, к сожалению, Рома не хотим, чтобы ты дальше с нами шёл, потому… Нет, ты как-то… Да, да. Да, да. Нет, я даже не знаю, что я не против, Жан. Мне как-то знаешь… Чего ты молчал всё время? Когда? Ну я думал. Мне кажется, неправильный выбор песни, потому что на неё реально только поставили свежий номер, и который реально очень крутой. Второе… Ну, свои варианты. Да, ну просто я говорю, что буду искать какие-то ресурсы, чтобы сделать это своими силами. Ты будешь делать отдельно или ты будешь делать дополнительно? Отдельно сделаю. Ну чё мы будем мешать? Отдельно за себя, теперь третья команда? Да мы можем называть это как хотите, я просто делаю дополнительный номер. Всё, к нашей команде. Дополнительный или отдельный? Хорошо, пусть это будет дополнительный номер. Я не хочу, мне всё равно, я же говорю, что я просто вижу по-другому, я хочу выбрать другую песню, вы ей наполните каким-то другим смыслом. Всё, я не против, я не отделяюсь, не хочу, просто делаю отдельный номер. Я не просто не хочу работать с Жаном, потому что я не вижу в нём смысла какого-то продуктивности работы. На фоне других участников Жан сейчас, мне кажется, вполне адекватный. В голову слово залетело, его надо сказать. Потому что оно же может там затеряться в чуши ереси в дальнейшем. С Жаном спорить невозможно и ссориться. Не знаю, ведро говна ему на голову вылей, а он тебе ничем не ответит, он ничего не скажет. Но он настолько какой-то добрый человек. Звонила, кстати, Тоня, ждёт тебя на чай в Луганске. Ну, а я только... Давайте мы будем тратить время друг друга и расходимся с собой и всё. Тем временем Олег Вигерия организовал встречу своей команды с клипмейкером. Он сделает видеоряд, который сопроводит и дополнит презентацию сценического номера команды Огонёк. У нас есть выступление, с которым нужно сделать видеоряд. Песня «Светлана Лободы, ты самая любимая на свете». Сюжет Олег предложил с Таней. Представьте, как свадьба, что ли, как это венчание. Готовы ли вы? И парень говорит там «Да, я согласен, готов подтирать балы». А девушка говорит там «Да, ты самая любимая на свете». То ли медовый месяц этих людей, острова, может быть, волны, пляжи, солнце. Можно какие-то сцены такие прям, там, губы-то, как смашно целуют. Суть в том, чтобы обязательно вставить момент с этим вот венчанием. У нас ещё будет балет притацовый, тоже там сексуально. И девочка очень красивая будет, вокалистка. И она там уже зажигает. Вроде бы всё понятно. Всё понятно, ну всё. А какие сроки вообще изготовления всего этого? Нам нужно как-то на завтрак, ну и на вечер, там как-то так. Нет, ребята, вы же понимаете, это практически нереально. Было бы круто, если бы до завтра это было готово. Это прям кровь из носа нужна. Хорошо? Будем стараться. Будем стараться. Лабу-Тим уже не в полном составе пришли на встречу к Николаю Бойченко. Слушайте, а вы чувствуете вообще этот балласт, который сброшен? Очень тяжело было. Наконец-то, это 100-килограммовый балласт вроде лица Ромы Блюнберга. Где он? Где он? Вот он. Николай, здравствуй. Знакомься, это Артурчик. Коля. Это Жанн. Это Коля. На этот раз наше задание поставить постановку. Мы, конечно, сразу же обратились к тебе. Под какую песню? Скорее всего, в 40 градусов. 40 градусов отличный вариант. Как ты думаешь, не будет проблема в том, что уже была постановка на этот номер, что будут ассоциирователи? Думаю, что мы уйдем от этой идеи и сделаем что-то новое. Может, у вас есть какие-то идеи интересные, которые вы хотите реализовать с нашей помощью? Да, мы пришли сюда с идеей. Понравилась такая фишка, когда на сцене стоит ванна, и в ванне лежит... И дождь из ножниц. Нет, нет, нет. В ванне лежит мужчина, что он болеет, что-то происходит на сцене, и в итоге в конце оказывается, что он русалка. Ну, то есть хвост русалки из ванны. Мы решили убрать со сцены ванну вообще и перенести это на видженг, который может быть на экране. Если рассматривать эту идею, то я все-таки считаю, что недавно нашумевший клип Леди Гаги Юэндай, где она была в образе русалки, в ванной, неважно, мужчина, женщина. Сразу отходим. Точно не русалки, точно не ванны, точно не дождь из ножниц. Давайте я пересплю со Светой, вернее, с ее песней. Давайте тайм-аут до завтра. Давай. Все, договорились. Все, созвонимся. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, что согласился помочь нам. Я еще не согласился. А-а-а, ну мы надо этим поработать. Ну, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Для презентации номера «Огоньки» решили перезаписать вокал Светланы Лободы. Таня и Олег нашли вокалистку-дублера и теперь вместе с ней записывают фонограмму. Так, ну, в принципе, можем начинать. Давайте. Поехали. Просто отдайся... Можно вокал выше. Просто отдайся волне, ты один на свете. Вокалистка сама работает над песней. Таня и Олег увлечены друг другом. Не изменяя себе, ты один. А где Поля? По-моему, я. Ей. Она встречает опять толсток суммам каких-то, толсток узлов. Ну, что ты думаешь по этому поводу? Что все как всегда. Она продолжает постоянно отсутствовать. Давай сначала еще раз. Поехали. Я просто не хочу об этом говорить. Пойдем уже. Вопреки предположениям коллег по команде, Полина в это время занимается подготовкой танца. Давайте сейчас проиграем ситуацию, типа я солистка, и вы что-то будете тут вытворять. Парень, просто сногсшибательная, тела потрясающие, девочки очень красивые. Если будут клетки, понятно, девчонки там в клетках, туда-сюда. Если не будет клеток, то... Может, вам стоит как-то начать одновременно, там, с какого-то поворота, с разворота, там. Я буду делать с пищевой пою. Ох, побуду лободой чуть-чуть. Ништяк самый. Тем временем в отношениях Олега и Тани, похоже, назревает конфликт. Мне кажется, в тебе умер танцор. Тани, похоже. Переписываем все. Может быть, мне пойти в директора лободы? Просто возле меня, это постоянно с плохим настроением, это меня тоже бесит. Ну, окей, я знаю, кто самый слабый один на этот раз. Не то чтобы слабый. Кажется, кто-то нашел себя на этом проекте. Что мне сделать? Построить пирамиду Хеопса для тебя, чтобы ты там развеселилась? Давай сначала еще раз. С***. Это сладкий наркотик. Таня и Олег списались с директором команды Полиной. Узнав, что девушка занята постановкой танца для номера, ребята отправились к ней на репетицию. Круто, смотрите, вообще одрела. Взяли и поставили номер. Классно. Привет, ребят. С***. Привет. Наши танцоры. Да. Нормально. Ребята, вам не интересно, вы вообще как бы опаздываете? Присутствую. Она теперь всячески пытается показать, что она гиперактивная и гиперклассная. Классная. Можно было бы и раньше. По-моему, мы не сильно опоздали. Да, часа на три. Мы время вместе проводим. И это наверняка очень мешает в выполнении нашего задания. Это не такое же и большое время. Понятно. Не, ну что понятно, Полина? Ну, надо просто меньше времени проводить вместе. Да почему? Это же никак абсолютно не мешает делу. Мы все делали хорошо, Поль. Окей. Так что вы тут подготовили уже? Да, ну все в порядке. Мы хорошо танцевали, но не в тему абсолютно нашей композиции. Ну, хорошо. Главное найти людей, которые за тебя все сделают. Делать все на ***, но показывает это так, как будто это супер-супер пупка. Как она не раскрылась как капитан? Саня, нам нужны костюмы. Какие-то белые, сексуальные, типа там, три кленовых листка. Ну да, тут ребят можно раздевать. Раздевай полностью их. Стринги и хватит. Да, я это помню. У тебя есть варианты, да? Да, есть варианты. Собственно, наверное. Да, мы пойдем трогаться. Вы идите за костюмами. Ок. Ничто не сплочает влюбленную пару Тани и Олега больше, чем очередная ссора с вспыльчивой Полиной. Лабу-Тим решили обойтись без вокалистки. А постановку номера и сценические костюмы взвалили на плечи известного хореографа. Добрый день вам. И вот по ней. Это самая, это вот самая большая драгоценность, которая у вас есть. Здравствуй. Какой же такой? Всем привет. Здравствуйте. Извини, что-то заворвались. Нам уже нравится. Вы прервали творческий процесс, ничего. Сейчас я вам все расскажу. Платье готово. Хореография не то чтобы готова, а целиком. Но на 80% уже есть номер. Представьте, что я длинноволосая блондинка. На сцене нет никого, кроме главной героини. И на самом деле все танцоры, которых вы сейчас будете видеть, они будут очень скрыты. И будет история одной женщины. Очень сильной, очень могущественной. Ну, как у меня все это. Но в любви она становится слабой и сгорает от этой любви. Поехали. Нравится, нравится мне. Нравится, нравится так. Нравится я без ума. Мама в нем в сорок градусов. Минихум я на максимум выжата. От него сегодня пина. Невозможно. 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 Оля, как она это отыграет? Я переживаю только за девочку. Не переживайте за девочку, потому что человек, который будет якобы Светаной Лабудой на сцене, который умеет двигаться так же хорошо, как и Света. Спасибо вам огромное. Все, не мешайте, времени мало. Все, Коленька. Поэтому давайте. Пацелуем. Должен вам. Ребят, спасибо. Ребят, спасибо огромное вам. Пока. Шикарно. Чем занимается Роман Блюнберг, не знает никто. Ну, как ни странно, отсутствие Блюнберга нам только помогло в этом задании подготовиться хорошенько. То, что Блюнберг откололся, он откололся с первого, мне кажется, задания. Посмотрим, чем закончится его эксперимент для него же. Я считаю, что мой номер должен удивить. День презентации наступил. Команды готовятся представить новые версии концертных номеров для Светланы Лободы. Артистка с минуты на минуту появится в зале. Но участники до сих пор не могут собраться. На презентацию не пришла лидер Огонька Полина. Успеет ли она к приходу Светланы, Михаила и Нателлы? И как на отсутствие Полины отреагирует сама Светлана Лобода? Что у вас так мало сегодня? Расстреляли. Девушка главный член команды. Жизнь расставляет приоритеты. Полина отсутствует. Полина отсутствует. Я считаю, прекрасный кивок в сторону Полины. А вы и рады, я смотрю. Мы не огорчены просто и не удивлены. Наверное, для нее важнее что-то другое, нежели быть директором Лободы и помогать команде. Мне кажется, Полина может вылететь сегодня, если она уже не приходит на презентацию задания. Полина, блин, у нее за***. Она вас не оповещала, просто сегодня она не пришла на съемку. Ну, мне надо было уехать просто. Она принимала участие в номере? Да. А, принимала? Да. Ага. Смотрите. Смягчающие обстоятельства. Хорошо. Я хочу попросить вас сейчас представить свои работы. Начнем с команды Огонек. Мы взяли песню, которая называется «Самые любимые на свете». Мы просто забыли ее, послушали снова без видеоряда. И мы решили немножечко видоизменить и преподать эту песню в новом свете. Огоньки переписали песню Светланы Лободы, подобрали сценические костюмы, сделали хореографическую постановку и видеоряд. Этот сладкий наркотик, это солнцедыхание, просто отдайся вам. Очень круто. Полуголые женщины в маленьких трусиках. Эти костюмы невероятные. Я не думала, что все будет настолько пошло. Он был хорош, классные тела, классные движения. Глаза бы мои этого не видели. Не изменяя себе, вы один на свете, на свете, на свете. Ты самый любимый на свете. С тобою мечтали о ветер. Мы счастливы были, как дети. Ты самый любимый на свете. Боян Бояныч, который уже никого не удивит. Но это было больше похоже на какую-то самодеятельность. Типа мужики на каблах, смешание группы казаки, группа и декольте. Не актуально для Светланы Лободы. Ни туда, ни в пусте. Ты самый любимый на свете. Мы можем прокомментировать это. У меня очень понравился первый номер. Я не буду даже этого комментировать, потому что мне нечего сказать. А теперь я прошу представить свою работу команду Лобутин. Почему этот мир так устроен? Не могу я смириться с ним. Кого любишь, того не достоин. А кто любит, тот сердцу не мил. Лобутин с помощью балета дартс подготовили хореографическую композицию с использованием сложной конструкции сценических костюмов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот, но в принципе мне понятно, что хотели нам ребята показать И мне кажется, что они придерживались линии У них получилось завершить образ Света, ты берешь себе на работу людей, которые будут сидеть в зерна? Нет, ну это же задача У меня никогда не бывает такого, что люди приносят мне какую-то идею И я ее беру и целиком, и плащаю Я всегда ее перерабатываю Друзья, давайте посмотрим следующий номер Для того, чтобы у нас появилось больше понимания Я выбрал песню, на которую не был поставлен ни сценический номер Я просто решил дать ей какую-то определенную свою жизнь Эта песня спасибо Роман Блюнберг из команды Лабутим подготовил отдельный номер И до последнего момента скрывал от своих коллег подробности постановки В этой постановке нет идеи Это было ужасно, это вообще не концертный номер Не феорически Не цепляют Ому права Спасибо за вечность с тобой Спасибо за веру в любовь Спасибо за свет За все, что есть у меня Спасибо, что плачу Я знаю, что значу Спасибо за то, что ты здесь Петелки вышли и зашли Я увидел это говно Мой номер довольно-таки хороший и профессиональный Блюнбергу не хватает вкуса Если он проиграет, он уйдет после этого задания Да он даже плохо рисует То есть если бы уже песком рисовать, то уже хотя бы нашли бы ту девочку, которая умеет это делать А хореография на последних тактах совершенно не соответствует содержанию песни Ну что, ребят, я думаю, что сейчас правильнее всего будет встретиться с вами со всеми на разборе полетов И там уже, в принципе, все и обсудить Просто после таких сценических удивлений нам нужно время, чтобы принять решение Поймите нас правильно Все, до свидания, увидимся Сдержанная реакция Светланы Лободы на концертные номера Отразилась не только на творческих отношениях в команде Огонек Короче, это не имеет смысла вообще сейчас о чем-либо говорить Потому что все достаточно ясно и понятно Я хочу, блядь, общаться с другими людьми Ну окей, ну, блин Я... надо просто отдохнуть И тебе, и мне нужно отдохнуть Да я пошла Давай Круглые сутки, 24 часа мы вместе Там мы ночуем, просыпаемся, там кушаем вместе Хочется отдохнуть, а когда ты отдыхаешь с тем человеком, с которым ты работаешь, это просто нереально Нам пойдет на пользу некоторое... некоторое уединение друг от друга Кандидаты на место директора Светланы Лободы собираются в зале увольнений Кто-то из них выйдет из зала победителем, а кто-то навсегда покинет проект Добрый вечер, коллеги Полина может себе позволить не являться просто так, я не понимаю Полина, почему вас сегодня не было? Тихо, тихо, тихо. Почему вы позволили себе не явиться? Я себе позволила не явиться, потому что дату выступления перенесли на первое число, буквально там за пару дней. Надо было уладить эти вопросы, кого-то довести, кого-то завести. А вас почему не было? Вы чем занимались? Ну, аргументы я не понимаю просто. Ну, такие обстоятельства. То есть у нас такая, в принципе, самодеятельность. Захотел, уехал. Знаете, не было бы самодеятельности, если бы не переносили даты. А вам понравилось то, что происходило на сайте? Мне очень понравилась наша вокалистка. Это все, что у вас было. Лучше бы вы никогда вообще ничего не снимали в жизни, но такое никогда не делайте. Это очень плохо, это чудовищно просто. Ужасные мальчики, ужасная девочка. Почему? Мальчики очень сильные и красивые, но мне кажется, они не соседние. В вашем понимании это сильные и красивые. В моем понимании это пошлое и стриптиз, который мы видели на сцене. Это даже для стриптиза очень плохо. Потому что там были определенные движения, которые даже Мишка Косолапый, он и то делал лучше. Может, ребята были запуганы просто? Вполне возможно. Может быть, их пугала девушка, которая периодически раздвигала ноги. Я не знаю, может быть, она вызывала какой-то страх. Кто отвечал за биджейнг? Олег. Окей, кто отвечал за хореографию? Я отвечала за балет. Таня отвечала за внешний вид артистки. Олег отвечал за аудиозапись, потому что мы записывали вокал в вокалистке. Но потом, в последний день, я с Кариной переписала его. То, что вы переписали эту песню, это уже, в принципе, достойно уважения. Если бы это было сделано хорошо и качественно, то это очень похвально. Но все, что сделали сегодня вы, это настолько чудовищно по форме, что вот мне лично до содержания нет никакого дела. Потому что это плохо. Это не то, что плохо для Светланы конкретно. Это плохо даже для Камалии. Я вас уверяю в этом. Что даже Камалия бы ужаснулась. Ужаснулась. Полина, вы довольны своей работой? Конечно, нет. Я перфекционист. Конечно, я бы все сделала по-другому. Давайте перейдем к команде Лабутима. Первый вопрос к Жану. Почему от вас откололся Блюнберг? Что случилось опять? К сожалению, доктор Блюнберг позволял себе неэтично, нетолерантно поступать. Я молчал вообще. Ну, вначале почему я откололся? Я подожди, бежит секунду. Ну, хорошо, нет, окей. Да, он сначала молчал, потом он начал разговаривать громко по телефону. Я попросил его выйти, потому что он мешал нам. Он этого не сделал, послал. Все знают, куда он любит это делать. И, собственно, на этом мне показалось, что будет легче, если мы будем отдельно. Моя версия. Почему я отклеился? Когда мы получаем задание, у нас начинаются просто базары. Начинают все вдеть какие-то парики французские, как у Камалии в клипе. То, что они сегодня показали на сцене, это совсем вообще кардинально другое о том, о чем мы говорили. А почему ты нас не переубедил сделать другое? Я же не руководитель. Зачем я буду переубеждать кого-то? Раньше-то им тоже не было. Я просто, ну, я ушел изначально сам. Роман, лучше бы вы этого не делали, а спокойненько там тихоря... Нет, я не хочу в тихоря. ...спятать в бухтене той работы, которую делали ребят. Не показывая тот ужас, который вы нам показали. А сейчас мы поговорим все-таки с ребятами, дослушаем Жана. Просто мне кажется, что уже это ярмарка тщеславия Романа Блюнберга всем поднадоела на проекте. Ну, я же просто не ношу такие кучеря волосы, как ты. Ну, видишь, ты опять пытаешься задеть какие-то... Ну, ладно. Это ярмарка тщеславия показывает, как ты выражаешься, высоковажаемый Жан. Ты, кроме того, как одеться как попугай, ну, извини за выражение, это мое понимание, больше вы ничего не можете. Ты сейчас говоришь, ты сам о себе портишь мнение. Рома не является тем человеком, которым он кажется. Он просто хотел в этом задании показать, что он может сделать сам. Он решил рискнуть. И дело не в том, что... Подожди. Дело не в том, что ему не нравилась наша идея. Просто он в этом задании решил показать, что он хочет сделать что-то, наконец-то сделать, один. Рома, ты сейчас просто показываешь себя не в том, кто ты есть. Зачем ты вообще сейчас унижаешь Жан? Я не унижаю, чувак. Просто я здесь тоже... Ну, ты его унижаешь. Сколько и ты нахожу? Я не слышу этого человека, чувак. Я просто не вижу его. Потому что ты никого не слушаешь. Ты никого не слушаешь. Я зауважал, Артур. Вот чем шутка юмора. Ты никого не слушаешь. Чувак, ты красавчик. Вот эти вот сложные моменты, они показывают истинное лицо многих из вас. Мы вот с этим смотрим и в тихом таком, знаете, шоке. Я действительно вот восхищаюсь твоей командой. Ты уже не первый раз так себя ведешь. Я надеюсь, что это действительно твое искреннее качество. Рома, ничего не говори сейчас. Ты сделал потрясающе ужасный номер. Хорошо, ребята, рассказывайте. Идея вашего номера. Показайте сильную женщину, которая впитала в себя всю свою историю. Всех мужчин, которые у нее были. И в конце она встречает того самого, который пробощает и поглощает. И потому она в конце исчезает. Я вам скажу так, что идея-то не новая, да, она вторична, но она была неплохо исполнена. В принципе, из всего того, что мы увидели, это самое удачное выступление. Но при этом всем я прекрасно понимаю, что вложить туда еще некоторое количество денег и сил, это будет готовый номер, отличный номер, который я лично, если он пойдет к нам в разработку, то я обещаю довести его до совершенства. Это все равно успех ребят. И их с этим нужно поздравить. И сказать, что вся команда Лабутима сегодня побеждает. Да, да. Это я с удовольствием. Теперь Томан Брюнберг. Да. Должен был делать песочную анимацию, это Ксения. Ксения, которая победительница Украины White Island. Вот я уделала вопрос, почему, допустим, если вы беретесь за это, почему не она? Она не смогла первого числа. Она первого числа могла. Мы в последнем моем искали замену. Зачем вам вообще пришла эта идея? Идея, хорошо, можно я это скажу? В этой песне самое главное ключевое слово, это спасибо. И это благодарность абсолютно не мужу, не любимому. Это спасибо создателю, который, в принципе, в приводе должен был быть в балахоне Ксении, которая должна была рисовать. Просто человек, который нам сегодня делал, он не смог это передать. Он рисовал плохо, как минимум. Но песок все-таки это красиво, это эстетически красиво. В таких ситуациях просто отказываются от идеи, придумывают другую идею. Нет, в этих ситуациях не быкует, а идут в команде и говорят, ребята, можно я его в Союз свет подержу? Да. То, что ты вышел из команды сейчас, ты сыграл против себя. Возможно. Во всех отношениях. И с точки зрения творческого твоего начала, и с точки зрения административного твоего начала. Извините, могу сказать? Не стоит, потому что съедят сейчас. Почему стоит? Я не занимаюсь тут говорением. Только ты делаешь то, что говоришь. Почему же так, почему и не так? Мы просто взяли и сделали. Жан, ну это, если честно, ты уже, вот сейчас, я уже переваливаюсь на сторону Блюнберга, а не тебя. Потому что сделала не ты, а сделала Ира. Да, ты же начинаешь тут делать. Вот как бы тут ее заслуга. И Коля Бойченко, а ты при чем? Ты сейчас сказал, ты сделал, как Саша. Ты тоже. Я не пробовал. Я не пробовал. Дороже. Мир, выиграл спец одного боя. Пауза. Ты живешь в соседнем доме. Тихо. То, что сделал Рома, он рискнул. Скучь шоу-бизнесе, подожди. Сейчас, влюбить. Просто проблема Ромы в том, что он ни с кем не посоветовался. Очень важный момент. Для меня наиболее проигравшим сегодня все-таки является команда Огонек. Потому что там, ну, такое сочетание безвкусных вещей было собрано воедино, что страшно даже представить, как вот вам всем троим это могло прийти в голову, и вы это все каким-то образом узаконили, и еще и нам продемонстрировали. На вашем фоне даже Роман Блюнберг с его новой, абсолютно никем еще не познанной и неузнанной идеей рисования на песке выглядело достаточно неплохо. Он просто хотя бы не раздражал, а ваш подбешиво, когда смотришь. Смотришь и понимаешь, что тебе вообще не хочется смотреть, это неприятно. Огонек, что мне делать с вами? Вот сегодня я понимаю точно, что кто-то уйдет из вас. Полин, а что вы думаете? Это вы и Олега Герия. Мы с Ромой как-то говорили на эту тему недавно, и он меня назвал фанаткой Лободы. Нет, я не так задал. Ты назвал меня фанаткой... У меня есть переписка, я тебе сказал, я спросил, а ты говоришь, я... Ром, почему ты оправдываешься? Мне задали вопрос, давай ты помолчишь. Нет, ты написала фанаткой или восхищаюсь. Уже неинтересно, понимаешь? Тебя слушать уже неинтересно. Нет, говори, да, давай. Я что-то говорю. Вот и все. Пускай я буду фанаткой. Если на то ваша воля, вы мне не доверяете, в любом случае спасибо за все. Фанатизм – это болезнь. Для вас я сделаю все, что я смогу. Спасибо, Олег. Ну, есть люди, которые жертвуют всем ради, допустим, проекта, ради вас. Есть люди, которые не готовы найти жертвы. Полина. Не готовы жертвовать? Для того, чтобы оплачивать тренировки балета, мне приходилось работать на 4-х. У меня был балет, которому не надо было ничего оплачивать. Я слишком многим пожертвовал. Но почему-то я об этом не сказала, знаешь? Во всех сценах я тебя предупредил. Наверное, я мужик, больше, чем ты. Полина, на твое усмотрение, почему с тобой никто не дружит? Со мной дружат. Не дружат? Ну, дружат со мной. Да-да, дружат. И Жан дружит. Каждый мой. И Ира дружит. Я не сказал, что мы пока не дружим. Мы общаемся очень хорошо. Это просто общение. Общение. Мы общение. У меня предложение. Артур, сегодня ты принимаешь решение, кто уходит из проекта. Два человека. Олег и Полина. Я хочу, чтобы ты сейчас сосредоточился и внимательно подумал, кто из этих ребят является слабым звеном. Я хочу, чтобы ты сейчас в течение одной минуты сказал нам имя человека, который уходит из нашего проекта. Время прошло. Зачем это делать со мной? Ты же справедливый. Вы не верите здесь, наверное, только в одного человека. Я не могу понять, почему вы в него не верите. В него не верите вы, в него не верят вообще все эти участники. И Таня Казак, она тоже в него не верит. Это Олег Вегеря. Я сам таким всегда был. В меня никто не верил никогда. И поэтому я хочу дать шанс человеку, в которого не верит никто. Олег Вегеря остается. Удивительная история. Прекрасно. Я с вами согласна. Хорошо. Полиночка, ты очень стойкая, очень целестроенная девчонка. Я хочу пожелать тебе, чтобы рядом с тобой были люди, которые являются твоими помощниками, которые с тобой по жизни, которые могут подать тебе руку помощи. Ты всегда одна, но ты все равно всегда одна. Как бы там ни было. И ты четко гнешь свою линию. Это в какой-то степени хорошо, но в какой-то степени, мне кажется, что дальше будет тяжелее. Я желаю тебе удачи. Я считаю тебя очень творческим человеком и очень талантливым. И я хочу, чтобы у тебя в жизни все получилось. Спасибо. Спасибо тебе большое. А мне очень жаль, потому что я думала, что уйдет Олег Вигерия. И я была за Олега Вигерию. Всем спасибо. До свидания. Для Полины вылет из проекта стал настоящей трагедией. Она не ожидала такого решения от Лободы и коллег по команде. Ровно через неделю в программе «Алло, директор». У меня появились чувства кому-то из наших участников. Класс. Прекрасно. Будет, что маме рассказать о нем? Голые мужики и парковки. Следующий.